На этом видео я хочу перевести с вами следующее благословение, которое мы произносим по утрам, а именно благословение Ашер Яцар. И это броха, которую мы делаем не только утром, а в течение всего дня. Каждый раз, когда мы сходили в туалет по-большому или по-маленькому, нужно благодарить Всевышнего, что все произошло хорошо. Разумеется, это в действительности очень-очень важная броха. Мы ее делаем так часто, что часто привыкаем ее произносить, не очень задумываясь. Но ведь на самом деле любого человека, у которого Ашерша был знакомый или родственник, у которого были болезни, проблемы с пищеварением, проблемы с желудком, проблемы с хождением в туалет, это совершенно ужасная вещь. Это действительно очень-очень болезненные, страшные вещи, когда не все в порядке с этим. Это основная наша функция. Даже без еды, без питья человек может очень подолгу быть. А вот если ему нужно в туалет, и он не может сходить, это совершенно ужасно. Поэтому следует эту броху делать, конечно, с большой концентрацией. Рассказывает про одного религиозного доктора, который всю жизнь делал эту броху без особой концентрации, ну, как все привыкли делать. И однажды у него сын заболел. Ему предстояла очень сложная операция, он долго не мог нормально ходить. И когда, наконец, он снова стал ходить нормально в туалет, то только тогда этот доктор и его сын стали оценивать по-настоящему, что это за броха, с какой концентрацией нужно ее произносить. Кстати, интересно, что во многих нусахах этой брохи количество слов, такое же, как гематрия слова Адам, 45 слов, человек. Итак, начало брохи, как я уже сказал, почти все брохи начинаются одинаково. Баруха Таашем и длинные брохи также кончаются снова Баруха Таашем. Это называется Хатима, заканчивание, запечатывание брохи. То есть длинные брохи у них в начале Барух и в конце Барух, как правило. И вот это броха тоже имеет такую структуру. Баруха Таашем, Благословен Ты Всевышний, или Источник Ты Благословения Всевышний. Наш Бог, Владыка Вселенной. Все это мы уже обсуждали на предыдущем видео про броху на матерук. Ашер Яцар, который сделал Эдха Адам, человека Бехохма, с мудростью. Человеческое тело указывает на то, как мудро Всевышний все создал, как все сложно продумано, чтобы это все работало. У нас тело более сложно, например, чем самолет Боинг. Самолет Боинг, конечно, там очень сложно, есть приборы всевозможные, но он сам себя чинить не может, скажем так. И у нас, когда, например, человек порезался, обычно заживает рана сама. В конце концов, наш мозг, да, это гораздо более сложная система, чем любой компьютер. Есть компьютеры, которые гораздо больше имеют памяти, чем наш мозг, это правда. Но именно вот то, на что способен человек соображать, да, новое что-то открывать, на это компьютер не способен. Компьютер способен лишь решать поставленные задачи по программе уже созданной. Хотя, может быть, научатся когда-нибудь совершенствовать компьютерный мозг, чтобы он как бы сам в каком-то смысле прогрессировал. Уже что-то в этом направлении делается. Ну, во всяком случае, человек сделан с величайшей мудростью. Есть такой стих. В Йове из своей плоти я увидел Бога. Хотя там стих, вообще-то, согласно простому, смысл где-то другом. Но можно сказать, и так по всем случае приводят, что есть в этом подсказка, что человек, рассматривая, как сложно устроено человеческое тело, может в этом увидеть божественную руку, доказать существование Творца. Который сделал человека с мудростью, у вора во, и создал в нем никовим-никовим, халулим-халулим. Дословно, дырочки-дырочки, полости-полости. Отверстия-отверстия, полости-полости. Дело в том, что слово халулим, когда его произносишь дважды, оно имеет гематрию 248, что связано с идеей хазаль, что у человека 248 частей тела. А никовим-никовим, возможно, из-за параллели, тогда тоже произносится дважды. Значит, так как мы обсуждаем именно ту часть тела, которая связана с пищеварением, то говорится о отверстиях, которые не должны закупориться, и о полостях, которые, наоборот, не должны порваться. Всякие сосуды и всевозможные желудок, кишки. Там не должно появиться дырок. А наоборот, все, что соединено вместе, там не должно ничего закупориться. Поэтому говорится дальше. Галуевия-дуа открыто и известно Лифнейхисехвадеха, перед твоим престолом славы. Это Брохов, который упоминается престол славы. Одно из объяснений, которые дает Виленский Гаон, что так как были разные философы в старой Вилене, и сегодня, наверное, существуют, которые считали, что Бог, Он смотрит на что-то особо, так сказать, духовное, там, великое, а на такие вот простые вещи, на низменные функции наши, как когда в туалет, например, человек ходит, это не имеет отношения к Богу. Но у нас, конечно, вера, что Всевышний за всем следит, и все создал, и то, как функционирует наше тело, тоже полностью решает Всевышний. Поэтому даже хождение в туалет, даже то, что мы смогли сходить нормально, это известно перед престолом славы Всевышнего. В Лифнефи Сехвадеха подчеркивается, что ты Всевышний, даже это низменное наше существование, в том, в чем мы похожи на животных, как говорит Талмуд, в трех вещах человек похож на животные, а одно из них это то, как мы ходим в туалет. Открыто известно предстолом славы твоей, шеим епатех и хадмеем. Есть разные версии, опять же, в этой брохе. Сначала сказать открыться, откроется, или потом сказать откроется, сначала закроется. В всяком случае, мы говорили про отверстия и полости, и теперь говорится, что если откроется одно из них, и патех и хадмеем, то есть откроется полость, где-то порвется, где-то будет дырка, или наоборот, то и сатем и хадмеем закупорится, закроется одно из отверстий, где должно было проходить, пища проходить переваренная, что-то закупорится. И в шарле и ткаем невозможно существовать. Тут есть тоже разные гирсы. Во многих седорах скинастских напечатано было «Амод ли фанеха» и «Стоять перед тобою». Но тогда количество слов будет не 45. Гирса Ризали и каббалистов, и так сифарские вреи произносят, и в шарле и ткаема «Филу шаахат». Невозможно существовать даже час. Баруха Таашем, благословенный Всевышний, как я сказал в конце брохи, опять запечатывание, да, снова Баруха Таашем, Рофе Холь Басар, излечающий все живое, всю плоть дословно, Умафли Лаасот, и делающий чудеса. Умафли Лаасот – это выражение из Танаха, из книги Шофтим, когда мать и отец Шимшона увидели чудеса, которые ангел сделал. Говорится, что «Мафли Лаасот» и «Фли Лаасот». И вот это выражение взято здесь, что Всевышний делает чудеса. Наше тело и то, что у нас все функционирует правильно, это чудо. Если вам нравится это видео, жмите лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!